Девушки отдыхают И 19.19 дискоотец Что это? Данные, которые я обнаружил Я поняла, почему они нарушают стандарты оформления документации фонда UTE, классификация GOG В чем проблема? Бюрократия, мисс Данным аномальным сущностям попросту еще не успели присвоить номера Они не числятся ни в списке объектов, ни в списке LPI К тому же, база данных фонда в данный момент страдает от каких-то неполадок Впрочем, я уверен, что это лишь вопрос времени А я уверена, что это вопрос моего времени В любом случае, давай начнем Дискоотец Это ведь тот, о ком я думаю? SCP-046-ARC называл его... Именно он, да Важная просьба, Граут Теперь, когда мы гораздо более осведомлены о данной сущности Ни в коем случае не произноси его имя Никогда Как бы то ни было Я удивлена, что SCP-046-ARC все же говорил правду Что нам известно о его бывшем покровителе? Очень немного Наш исследовательский отдел выдвинул теорию, что эмоции человечества в целом обладают онтокинетическими свойствами Способными персонифицировать такие человеческие концепции, как, например, жадность или благосостояние Предполагается, что подобными сущностями является мистер Дарк из Маршал Картер и Дарк Инвестор фабрики, а также тот, кого не следует называть Для краткости, я буду называть его сущностью Если взглянуть на деятельность Чикаго Спирит в 20-30-х годах А также заглянуть в полицейские архивы тех времен То можно обнаружить множество нераскрытых преступлений Что неудивительно Но некоторые случаи достаточно интересны Например, массовое самоубийство на Хэллоуин 31-го года Четыре трупа Все – члены Чикаго Спирит Решили устроить вечер покера, а затем просто застрелились Его рук дело? Вероятно Хотя мотив не ясен Возможно, парни узнали то, что им знать не положено? Может быть Что дальше? Если помните, SCP-046-ARC рассказывал о своих деловых партнерах Мкит, например Нам удалось узнать о лоте C-3-S-81 Видимо, после ухода из Чикаго Спирит Сущность продала свои аномальные безделушки трем бизнесменам Или только одному Ты говорил, что мистер Дарк также может быть человеческой концепцией воплоти Возможно ли здесь связь? Я бы сказал, что да Но на данный момент это всего лишь догадки Будем рассматривать факты К примеру, нам точно известно, что в 2012 году Была организована встреча между сущностью и инвестором С целью возобновления сотрудничества фабрики и Чикаго Спектр В прошлом Чикаго Спирит Засунул руку прямо во вращающейся шестеренке Как бы он не пожалел об этом решении Полагаю, мгновенное преимущество интересовало его больше, чем долговременные последствия Что-нибудь еще? Наводка от наших друзей из отдела необычных происшествий Согласно файлу 19.410.16 Сущность ликвидировала нескольких бывших членов Чикаго Спирит Включая Юлиуса Саблезуба МакГаллана В прошлом у фонда было множество противоречивых данных по поводу данной личности Возможно, он очень умело фальсифицировал свою смерть Либо сущность не позволяла ему умереть надолго Но не в этот раз Какие еще сведения есть у ОНП? Только то, что сущность решила поиграть с ними в кошки-мышки Он не скрывал своего причастия к убийствам и даже оставлял записки о местонахождении тел Согласно этим записям, мотив преступника был прост Кто-то слишком много знал Хоть в чем-то федеральные агенты оказались полезны Граут, возможно ли, что в библиотеке странников находится информация насчет него? Очень вероятно, что это достаточно древняя аномалия Из длани змея о ней наверняка кто-то слышал Среди наших данных о библиотеке странников и ее содержимом Действительно присутствуют упоминания сущностей А также неназванных лордов, великих шаков и старины шока Кто или что это такое? Некоторые члены длани змея уверены, что существуют некие неназванные лорды Обладающие номинативной магией К данным лордам относят ранее упомянутого мистера Дарка и, конечно же, сущность Великие шаки, в свою очередь, являются породой легендарных черных шаков Проклятых псов Англии Великие шаки выглядят как большие волкоподобные собаки с темным мехом и красными или золотыми глазами Обладая бессмертием, аномальной силой и скоростью, бесшумно передвигаясь и исчезая при потере зрительного контакта Великие шаки становятся смертоносным оружием в руках своих хозяев Неназванных лордов Среди этих зверей стоит выделить старину шока Эту адскую гончую взяло под опеку общество Уилсона по вопросам дикой природы Организация пыталась найти животному новых хозяев, но все попытки были безуспешны, пока не объявилась сущность Из всех достоинств Великих шаков самым важным является преданность Каждый пес верен определенной семье и будет ее защищать даже при смене хозяев Однако своему первому хозяину шаки преданы безгранично и безвременно Старина шок был потеряшкой и истинный хозяин нашел его Трогательно Давай поговорим о более свежих событиях О начале деятельности Чикаго Спектр Да, конечно Согласно отчетам глобальной оккультной коалиции, в частности МИ-666 из Совета 108 Чикаго Спектр выбрал Европу полем своей преступной деятельности Неизвестно, насколько группировка велика Либо у нее несколько филиалов в разных городах Либо преступники аномально передвигаются, учитывая охватывающие всю Европу инциденты, происходившие с разрывом в несколько минут Вооружение Спектра получено от таких организаций, как Фабрика, Алый Молот и Повстанцы Хаоса Существуют свидетельства, как члены группировки пользовались мощными лазерами и современным хай-тек оружием О иерархии Чикаго Спектр и положении сущности в ней ничего не известно Прекрасно Есть что-нибудь еще? В архивах ОНП ГОК обнаружила некоторую малозначительную информацию о деятельности сущности до создания Чикаго Спектр Ничего особенного, лишь появление то тут, то там, небольшая помощь разным организациям Гораздо более полезны записи отдела Псайки о столкновениях Коалиции и Чикаго Спектр Такие как попытка предотвращения ограбления банка в Германии или пресечения наркоторговли в Испании Все они окончились для ГОК неудачно Первый случай особенно примечателен из-за Легги Легги? Пара человеческих ног без видимого туловища Развив скорость свыше 250 км в час, Легги устроила ряд ДТП, позволивших членам Спектра совершить побег Не самое странное, что я слышала Достаточно полезную информацию также предоставил пойманный ГОК «Желтый Тип», согласившийся на сотрудничество в обмен на обеспечение своей безопасности Он сообщил два важных факта А. Ни при каких обстоятельствах нельзя произносить или писать имя сущности Б. Сущность имеет многих друзей Каких именно друзей? Разных Из других размеров Из других миров Да, Мистер Найт очень дружинный Грауд, мне нужна вся имеющаяся информация по поводу Чикаго Спектр Я знал, что именно это вы и скажете У меня уже все на руках, если можно так выразиться, мисс По запросу Чикаго Спектр обнаружено два файла Среди них отредактированный документ СО-001 и Руки Что это? Данные, которые я обнаружил Я поняла Почему они нарушают стандарты оформления документации фонда? Руки — это прозвище В чем проблема? Бюрократия, мисс Данным аномальным сущностям попросту еще не успели присвоить номера Они не числятся ни в списке объектов, ни в списке ЛПИ К тому же, база данных фонда в данный момент страдает от каких-то неполадок Впрочем, я уверен, что это лишь вопрос времени А я уверена, что это вопрос моего времени В любом случае, давай начнем Зачитаем не отредактированную версию документа СО-001 Чикаго Спектр Общие сведения Сравнительно молодая пара преступная организация часто вступала в конфликты с глобальной оккультной коалицией В основном из-за ее операции в Юртеке и других районах Чикаго Спектр включает трех известных членов, все из которых, по предположениям, аномальны в той или иной степени Структура организации и ее оперативный потенциал остаются неизвестными Известные члены группировки Руки, Крот и Мураками Килл Свич Руки является исполнителем Главное подозреваемое в убийстве Фархана Джоханаяна и ограблении банка Юртека Аномальные способности Засекречено Крот считается фактическим лидером группировки, а также, как сообщается, обладает псионическими способностями Мураками Килл Свич предположительно помогает сообщникам скрываться с мест преступлений Аномальные способности неизвестны История В 1938 году Чикаго Спирит прекратил свое существование Однако небольшие группы и отдельно взятые личности продолжили действовать на незначительном уровне на протяжении остального 20 века Десятки лет ходили слухи о спрятанных Ричардом Чаппеллом миллиардах долларов Доступ к которым смогут получить только те, кто наилучшим образом воплотит в себе дух Чикаго Тем не менее, до конца 20-го столетия ни у кого не было ресурсов, позволяющих повторить его успех Настоящая новая эпоха Спирит началась с крушения лабораторий Прометея в 1998 году, когда черный рынок наводнило огромное количество паротехнологий Уровень уличной паропреступности стал как никогда высок, ведь и отдельные персоны, и целые корпорации вовлекались в паропреступную деятельность и погоню за состоянием Чаппова Многие из этих организаций называли себя в честь Чикаго Спирит От Чикаго Сакэ в Японии, созданного Якудзой в стремлении вернуть себе власть, до Чикаго Гиннес в Ирландии, торгующего веществами, созданными как людьми, так и феями Одна из самых примечательных организаций подобного типа Чикаго Спектр, состоящая всего из трех человек, которые дерзостью и размахом своих ограблений завладели вниманием всего аномального мира Сведения о взаимодействиях Спектр и Фонда отсутствуют, однако они вступали в конфликт с несколькими другими связанными организациями, такими как служители Кремниевых Норн и Университет Алексильва Кроме того, группировка вступала в противостояние с другими членами паропреступного сообщества Руки подозревается в убийстве Фархана Джаханаяна, бывшего контрабандиста биомедицинских имплантов и модификации в Юртеке Мотивы организации остаются неизвестными, равно как и ее оперативный потенциал и масштаб деятельности Записи ГОК свидетельствуют о том, что большую роль в их операциях играет демоника Предполагается, что члены группировки могут иметь некоторые модификации организма в целях успешности выполнения своей деятельности Хм... Граут, запрос Краткая лекция по демонике Пару секунд Готово! Демон представляет собой одушевленную, а в некоторых случаях и разумную, сущность Способную взаимодействовать с естественным миром при помощи манипуляций электростатическими и электромагнитными способностями Современная массовая культура изображает демонов в виде красных мускулистых чудовищ с рогами Но на самом деле демоны обычно не имеют никакого видимого внешнего облика Демон может быть воплощен путем создания определенных пространственно-временных условий После воплощения демон ограничен для выполнения конкретной задачи в обмен на какой-то тип оплаты таким образом, что общая сумма энтропии переходит между задачей и оплатой в соответствии с законами термодинамики Исторически люди разных цивилизаций и эпох использовали демонов для различных целей В большинстве случаев типичный метод создания пространственно-временных условий включал изображение символов мелом на той или иной поверхности, сопровождаемое различными заклинаниями и жестами рук Оплата заданий осуществлялась в виде кровавых жертвоприношений Эти методы были, как правило, довольно рискованными, так как небольшая неточность в условиях призыва или ритуаля могла привести к утечке демона в район, где он был призван, вместо стабильного проявления Тем не менее, примерно в конце 19 века последние достижения в области исследования демонологии начали открывать новые возможности в виде использования демонов в качестве составных частей современных технологических устройств с очень широким диапазоном потенциальных применений Этого достаточно И для чего же Чикаго Спектр использует демонов? Очень просто Руки делает из них наркотик У нас есть записи с видеокамер Юртека незадолго до ограбления местного банка Руки вколола себе крупную дозу демонического наркотика, пикселизировав левую руку На мопеде девушка врывается в здание через главный вход, уничтожает охранного андроида и, угрожая посетителям пистолетом, заставляет банкира открыть дверь в хранилище К нему ведет 80-метровый коридор, защищенный заклятиями, охранными турелями, металлическими големами и летающим некромантическим конструктом Созданным из душ всех, кто когда-либо пытался ограбить данный банк Лишь Руки преуспела в этом А после она столь же удачно скрывается от погони псионического отряда мухоловок Мотокопов-мертвецов Как же Гог хвалил из своей карманной вселенной Согласно хвалебным речам служителей кремниевых норн, Юртек должен был быть гораздо более безопасным и законным, нежели три Портланда И вот их неприступный банк грабит какой-то наркоман Мисс, Руки — это явно не простой наркоман Не стоит ее недооценивать Захваченный нами почтальон из Алексильвы рассказал, как она единолично ограбила поезд консорциума Фетрансимон Почтовые службы, перевозящие посылки по мостам между миром университета и нашим Даже МОК РО-1 никогда бы не осмелилась на это Хорошо, какие у нее еще заслуги? Озвучь содержание ее файла Множественные показания свидетелей и записи с видеокамер указывают на то, что Руки Первое. Пережила нападение наемных убийц Фархана Джаханаяна, а после ликвидировала мужчину, забив до смерти его же рукой Источник? Данные удалены Второе. Скрылась от облавы ОНП на бар трех Портлендов Источник? Данные удалены Третье. Участвовала в австралийском нелегальном и аномальном дрэк-рейсинге Источник? София Хауген Газета Авгур Гаруспик Впечатляет. Что-нибудь еще? Эти данные пока что не подтверждены Однако часть последователей Бога Машины распустили по Юртеку несколько не слишком правдоподобных слухов По их словам, у Руки якобы украли сердце Буквально Бывшая любовь преступницы выследила ее и вырвала орган из груди, оставив умирать и лишив демонических способностей К счастью или нет, Крот спас девушку и отправил ее к Элисон Чао, Черной Королеве Чтобы выследить похитителя по имени Наташа Токи Поп Однако по пути к Королеве Руки была ограблена нацистом атаку из группировки Чикаго Гейст И в качестве оплаты услуг Чао девушка обязана была проявить свои таланты Ограбить корпорацию ОНИР Преступница справилась с задачей Это подтверждено многочисленными сообщениями в новостных изданиях Все шло четко по плану, пока Руки не выяснила, какая охранная компания была нанята организацией Называлась она «Призрак Чаппала» и Наташа была ее сео Узнав о том, что Руки выжила, Токи Поп пытается похитить ее, но девушке удается сбежать при содействии Элисон Чао Тут мне следует уточнить, что «Призрак Чаппала» — это дочерняя компания «Призрака Энтерпрайзис» Настоящего конгломерата, занимающегося частной безопасностью, аэрокосмической и демонической инженерией А также добычей полезных ископаемых на Луне Корпорация была основана на спутнике Земли И добраться туда можно только с помощью пути или на шаттле через космический лифт, построенный самим конгломератом Видимо, об этом узнала и Руки Важное замечание Чтобы воспользоваться космическим лифтом до Луны, нужно быть ближе к роботу В то время как Руки была ближе к человеку Если информация последователей бога-машины верна, то это может быть причиной обращения преступницы к их божеству Бог-машина — крупная фигура в преступном мире Юртека Информационный брокер, работающий в промышленных масштабах, а также божество собственного культа и диджей Предположительно, бог-машина потребовал у Руки доступ к ее воспоминаниям в обмен на роботизированное тело В конце концов, он также является гедонистом, физически и эмоционально эксплуатирующим людей Если это правда, то слухи культистов должны содержать сведения и о далеком прошлом Руки Ее настоящем имени, происхождении, связи с Наташей Токиопоп Мне ожидать трагическую историю лесбийской любви? Определенно Настоящее имя Руки — Рукмини В студенческие годы обучалась в Международном центре исследований единой тоуматологии по двум специальностям Теологической инженерии и биохимии В это время она начинает заниматься дзюдо и встречает Наташу Опытного бойца, в которого девушка влюбляется на первом спарринге Вскоре между ними возникают романтические отношения, но из-за проблем Рукмини с поиском стажировки в США Она возвращается на лето в Улверхэмптон Студентка поддерживает связь с Наташей с помощью видеочатов И со временем Руки перенимает анархо-коммунистические убеждения своей девушки Токиопоп заканчивает обучение и получает двойную специализацию Биомедицинская тауматургия и робототехника Через месяц она телепортирует Рукмини на Луну и знакомит с тремя своими подругами Забутом, Трейси Цзи и Дией Эти трое вместе с Наташей являлись еще одной версией Чикаго Спектр Токиопоп, их лидер, предложила Руки сделать для группировки ноотропные препараты Естественно, девушка соглашается Следующие два месяца все идет спокойно Но во время одного из банковских ограблений гибнет Забутом После этого Наташа начинает требовать увеличить объемы производства наркотиков А у самой Рукмини начинает возрастать учебная нагрузка Успеваемость страдает, партнер теряет к ней интерес А к разрабатываемым ей препаратам у Руки растет толерантность Она теряет вес, перестает заниматься дзюдо и испытывает панические атаки Однако в конце этого периода Руки совершает прорыв в демонологии Призывает демона и синтезирует на его основе новые препараты С их помощью Чикаго Спектр мстит за смерть Забутом После чего Наташа впервые признается Рукмини в любви На Рождество она дарит ей скутер Веспа Согласно нашим предположениям, именно этот или аналогичный скутер Использовался при ограблении банка Юртек После этого начинается последний семестр учебы И Рукмини начинает работу над выпускным дипломом Также в этот период она начинает ревновать Наташу к Дие Обе девушки часто проводят вместе время за созданием робо-девочек-кошечек Это вызывает у Руки желание стать более похожей на остальных членов группы Путем устранения одного из главных различий Отсутствие магических способностей К окончанию обучения ей удается найти способ привязки к демону Несмотря на то, что это не позволит ей использовать магию в полной мере Употребление препаратов ее производства поможет ей добиться схожего эффекта На следующий день после открытия Рукмини Наташа и Дия проводят ритуал Успешное проведение оного заставляет сердце девушки работать будто проклятый поршневый двигатель С этого момента Руки участвует в операциях Чикаго Спектр Отвечая за психологическое давление на противников В то же самое время ее противостояние с Дией за обладание Наташей набирает обороты Во время третьей своей операции Рукмини по неосторожности сжигает охранника Что негативно сказывается на ее психическом состоянии На лунной базе она напивается и угрожает Дии, что задевает Наташу Утром следующего дня девушки обсуждают данный инцидент После чего Наташа и Трейси уходят за продуктами Оставляя Дию и Рукмини наедине Желая сбросить нервное напряжение, Руки решает употребить один из созданных ею демонических наркотиков Внезапно Дия присоединяется к ней и некоторое время спустя Находясь в состоянии наркотического опьянения, Рукмини целует ее По случайному стечению обстоятельств, то Кипоп возвращается именно в этот момент Это провоцирует скандал, в результате которого Руки бросается на Дию, но перед той встает Наташа Находясь в состоянии аффекта, Рукмини не замечает этого и вырывает ее эфирное сердце Главный проводник магии Лишь разорвав его зубами, она осознает последствия своего поступка Шокированная девушка открывает портал, через который сбегает в наш мир Разумеется, это лишь предположение В данный момент мы не имеем возможности проверить данные сведения Это лучше, чем совсем ничего Что еще говорят последователи Диджея? Что случилось после того, как они узнали о прошлом Рукмини? Утверждается, что бок машина подвергнул новое роботизированное тело Руки испытанию На девушку напали апостолы божества Она их победила и смогла уйти, хоть и не полностью довольной Диджей пришил ее прошлой части тела своему фэмботу Мерзость А на поверхности Луны ничего странного не замечено? Пока что нет И не думаю, что в ближайшее время будет Согласно моим подсчетам, Руки и Элисон Чао Наслаждаются сейчас обществом друг друга с вероятностью в 99,8% Мило Надеюсь, им хорошо вдвоем Здесь мы закончили Благодарю, Граут Не за что, О-5-2 До скорой встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok